Всем привет, друзья! С вами Ялл. Сегодня мы поиграем в Fortnite в творческий режим. Да, сегодня мы будем проходить Death Run по вселенной DC. Я не особо большой фанат DC, мне как-то больше по душе Marvel, но DC делают очень крутые и интересные фильмы. По крайней мере, Тёмный рыцарь, тот, что про Бэтмена. Эта серия фильмов просто... просто лучшая. Не знаю, это лучшие фильмы по вселенной супергероев. Вообще, в принципе, мне кажется, самые интересные, самые глубокие и... Ну, короче, крутые фильмы. Вот. Как вы уже заметили, я в скине Бэтмена с клюшкой. Не знаю, почему с клюшкой, я забыл поменять кирку, но это довольно забавно, Бэтмен с клюшкой. В общем-то, да, сегодня просто в этом ролике, почему творческий режим, я хочу с вами немного обсудить тему... ну, как, не то чтобы обсудить, а скорее поделиться своими впечатлениями на тему Фортнайта. Вообще, в принципе, новых сезонов и предыдущих сезонов. Дело в том, что... давайте, наверное, начнём сразу. Это первый уровень флэш, а весь такой красный, я так понял, мы будем быстро бегать. Потому что флэш — это такой скоростной чувак. Сейчас, секунду, я попытаюсь пройти. Как бы оценю масштаб. Понятно. Ну, бас! Сейчас, секунду, нужно просто настроить микрофон. Вот так вот всё удобно положить. И, как бы, просто взять и пройти этот чёртов первый уровень, который довольно-таки простой. Ничего сложного в нём нет, да, мы просто проходим первый уровень. Ура! Так вот, да, я хотел обсудить с вами Фортнайт. Потому что последнее время он, ну, мягко сказать, скучноват. Вот. Многие сейчас, очень многие, там, на том же реддите, там, в разных сообществах. О, боже мой! Как тут бегать, я не знаю! Смотрите, как я прохожу, круто! Смотрите, как я прохожу, я бегу! Вау! Слушайте, я неплохо справляюсь! Многие сейчас, да, и на реддите, и, да, в том же ВК, и в других всяких социальных сетях говорят о том, что, типа, Фортнайт сейчас скучный. И, если честно, если честно, мне тоже кажется, что он, ну, немного наскучил. Потому что не совсем, не знаю, куда я отлетел, не совсем тот контент, который ждут от игры игроки и сообщества, делается, вот, в последнее время. Ну, что я имею в виду? Допустим, в 10 сезоне, да, самые большие, так скажем, нововведения были, это тот же Прут, о котором все начали очень бурно отзываться, что он портит игру, его нужно убрать. В общем-то, его начали нёрфить, потом опять вернули каким-то кривым, кособоким, слабым, его вообще никто не юзал. Ну, и сейчас он как-то такой посредственный, этот Прут. Но иногда бывает, конечно, и полезным. Вот, а что я делаю? Я нормально бегу? Вроде бы, да, сейчас, секунду. Да! Ага, ещё. Я понял, ещё один раунд. Так вот, да. Фортнайт сейчас скучноват. Мне кажется, что... Напишите, кстати, своё мнение в комментариях. Мне кажется, что Фортнайту сейчас нужно что-то такое глобальное. То есть, должны, вот, лично моё мнение, должны либо изменить, полностью изменить, либо добавить новую карту. То есть, локацию абсолютно новую или полностью изменённую. Конечно, многие привыкли к старым добрым локациям. Там, ключи, башни, всё такое. Башни, кстати, постоянно меняются сейчас. И сейчас они, кстати, довольно-таки неплохие. Готэм Сити довольно-таки интересный городишко. Но вот уже 13-го, по-моему, октября, то есть, совсем скоро, через несколько дней, будет 11-й сезон. И, если честно, если эпики не сделают что-то прям грандиозное, что-то, что удивит... Вот, просто 10-й сезон вообще никак не удивил. Ну, то есть, он как бы вышел и всё. То есть, ничего такого. Ничего не... Да, я не пробежал. Ну, баз. Ничего такого. Бруты, они только начали бесить. Там что-то какие-то новые скины, немножко изменённые локации. Ну, типа, не особо даже изменился. Я помню, ну вот, до, по-моему, 8-го сезона... Нет, даже до 9-го сезона, все изменения нововведения были крутыми. То есть, каждый сезон, каждый новый сезон, казалось, что это лучше предыдущего. Но вот именно с 10-го, мне кажется, сезона, или даже с 9-го, это всё как-то притухло, приутихло. Не то, чтобы я прям веню Fortnite. Ну, или, типа, я не буду играть в Fortnite. Конечно же, буду. И мне нравится безумно эта игра. Но мне кажется, вот сейчас эпики должны сделать что-то грандиозное. То есть, что-то такое... Ну, я даже не знаю. То, что снова запалит искру интереса в Fortnite. То есть, по большому счёту, они ещё постоянно делали какие-то... Почему мне нравится Брут? Ну, как бы, не то, что нравится, а... Ну, вот, многие бомбят Бруда, а мне он нравится. Потому что... Ну, нравился, точнее. Потому что это какой-то диссонанс. То есть, это какой-то... Ну, как бы, что-то неординарное. Что-то такое, что бесит киберспортсменов. Не знаю, мне это нравится. Со всем уважением к киберспортсменам и стримерам. Но, чёрт возьми, с Бруда можно было пофайниться. То есть, это такая забавная штука. И это, на самом деле, круто было в плане, что мог зайти в игру Нуб и как-то какой-то прогресс сделать. То есть, его не с первых шесть секунд убивали какие-нибудь стримеры, которые играют там с первого сезона. То есть, в этом плане это круто. И это небольшой, как бы, диссонанс. И он всегда забирал какое-то количество сообщества у Фортнайта, именно, там, профессионального, да? Но приводил новых игроков. Новых, ну, так скажем, ньюкамеров, да? В игру. И это, как бы, круто. Видали, как я пробил стену? Это же было найс. Что это такое? А. Нажать надо. А, ну, чё? Окей. Нужно, типа, зафоловить создателя? Это как-то глупо, чувак. Я могу, как бы, вписать тег автора, но у меня уже, к сожалению, есть автор, которого я поддерживаю. Так что, сори, чувак, не буду я подписываться на твой твиттер. Это, кстати, неуместно. Делать такие штуки. Типа, я прохожу карту в Фортнайте, и меня, типа, просят подписаться на твиттер. Зачем? Типа, если я не хочу, если я не хочу знать, что ты там съел или куда ты там пошел, зачем мне нужно подписываться? Подписываться нужно, когда нравится контент. Вот. Мне, в принципе, нравится карта, так что я могу поддержать автора. Но у меня уже есть другой автор, которого я поддерживаю. Так, я говорил о брутах, которые привнесли в игру какой-то вот диссонанс, какой-то что-то интересное. Здесь, наверное, ух ты. Два раза нужно было пробить. О, мы уже на уровне с Суперменом. Круто. Здесь нужно, видимо, как-то пролетать, да? Просто лететь. Вот. И сейчас, мне кажется, как раз-таки настал момент, когда нужно изменять карту. Не знаю, напишите в комментах, вы бы хотели вообще новую карту? Либо как в том же PUBG, когда, ну, типа, есть несколько карт, ты можешь выбрать. Ну, типа, это же удобно. Я не долетел. Это же удобно. То есть, как режим в Fortnite ты выбираешь, да? Выбор режима. Точно так же ты мог бы там карту выбрать. Ну, не знаю. Карта, это, конечно, такое святое. То есть, ну, типа, если ее изменят, и она будет, как бы, не очень, да? То, ну, типа, это будет еще хуже. А вот если предоставить выбор, тогда, конечно, что за киборг? Это, типа, какой-то Айронмен будет. Бэтмен с джетпаком. Да, так что, ребят, мне интересно. Напишите в комментариях. В принципе, все, изи. Спасибо. Кстати, да, люблю такие... Опа. Ага, здесь боты, да? Я понял. Ух ты, это по мне. Напишите в комментариях, что бы вы хотели изменить в Fortnite. Я, кстати, видел, что ловушки можно доджить вот таким макаром. О, он опять заспавнился! Ах ты, гад! Но ловушка я задоджил. Можно обычным макаром доджить. Так, проходим, проходим. Здесь, в принципе, все изи. Я, на самом деле, не люблю доджить ловушки. О, Бэтмен! Вот, это мой уровень. Так вот, да, как-то тема обсуждения в Fortnite как-то уплыла. Немножко. Ну, потому что я, блин, я сосредоточен, ребят. Серьезно. Я какой-то... Почему я не могу юзать? Здесь я так понял, нужно... О, щищ! С этой штукой мне будет непросто, да? Так. Я юзаю эту штуку. А, все, я не долетел. А-а-а! Ну, куда? Куда ты полетел, болван? Собака лысая. Так, берем теневую бомбу. Юзаем ее. Есть! О, бой! Так, а здесь что, просто доджить? Здесь, типа, обычные. Блин, ненавижу доджить ловушки. Здесь дельтаплан. Здесь нужно будет раскрыть дельтаплан, наверное, на самой верхней части, да? Чтобы все пролетело. Понятно, не долет. Ну, бас! Да, в общем-то, тема Фортнайта как-то ушла. Я хотел пообщаться, а потом такой, типа, как-то остыл. Просто я хотел сказать, что, типа, Фортнайт сейчас довольно скучный. Ну, и, типа, я не знаю, что его может изменить. Хотел с вами обсудить, чтобы вы написали в комментах. Может быть, какие-то кардинальные изменения, ну, не только касаемо карты, да? То есть, может быть, можно... Можно как-то... То есть, если, допустим, изменят карту, то, скорее всего, систему передвижения тоже изменят. Ну, типа, там, что-то, типа, гейзеров добавят, да? Новых. Там были, что-то было, гейзеры. Были всякие, там, штучки, типа... Что еще было? Трубы, да? Такие-то технологичные вещи. Так что, в принципе, не знаю, мне кажется... Ага, здесь, понятно. Здесь нужно опрыгивать. Опрыгивать, но не как я. Так что, не знаю, система передвижения не особо-то и что-то поменяет, да? Не особо будет, как бы, кардинально. Вот. Но хочется, хочется, чтобы как-то явно изменилась игра. А здесь, здесь был чекпоинт. Кстати, классно, что он... Да, здесь был чекпоинт. Спасибо, чувак. Потому что, ну, допустим, вот это я сейчас буду долго, наверное, проходить. Здесь нужно как-то вниз смотреть, по-моему. Такой паркурчик фортнайтовский. О, слушайте, так это изи, оказывается. Только когда вниз смотришь... This is easy. О, а вот это уже, наверное, не изи. Хотя. О, нет, изи. Воу! Deathstroke. Что это такое? Видимо, нам снова нужно будет валить ботов. Оу, бой! Оу, бой! Офигеть! Окей. Еще одна пушка. Мне, типа, с двумя надо будет. Ага, да. Так, минус один. Минус два. Ха-ха-ха. Тупо развалил ботов. Они сейчас по новой заспаунятся, да? Тут еще один, скорее всего. Да, полюбора. Ага, я еще один. Вот. Ну ты все трое. Сейчас что-то... Ни хрена себе, меня бот убил. Ха-ха-ха. Блин, что? Я не прошел уровень. Меня убил бот. Бот! Кстати, в Fortnite же добавляют ботов. Там писали вроде бы в новостях, что, типа, будут боты. Знаете, в задницу. Ха-ха. И, если честно, мне это... Мне это чуждо. Ну, типа, это не круто, мне кажется. То есть, ну, королевская битва должна быть с реальными игроками. Я не знаю, какими бы ни были боты. То есть, их реально можно сделать, там, супер имбовыми. Или, наоборот, супер нубскими. Которых вообще будет очень легко победить. Лекс Лютер, кстати. Я не знаю этого персонажа из DC. Я не особо... Я в Марвеле больше. Но вот реально, меня это немного настораживает, что будут боты. И не особо нравится. Можно, конечно, сделать... Это будет забавненько. Можно будет сделать какие-то мемные штучки с этими ботами. Какие-то, может быть, челленджи и так далее. Но, мне кажется, это, как бы, единично. Ой, че. Убас. Но это будет единично. То есть, в основном, все-таки, когда играет реальный человек, ну, с тобой, это интересно. Если там будут теперь еще и боты, ну, не знаю. Это не совсем то, чего хотелось бы от игры. Тогда нужно было просто запрыгнуть. Оу! А теперь что? А теперь нужно пропрыгать на... На бруте? Почему здесь бруты стоят? Наверное, на бруте нужно проходить. Ха-ха! А-а-а! А-а-а! Окей. Ха-ха-ха! Так, ну что? Че у нас дальше? Мне кажется, мы уже подходим к финишу. Айсикл. Это какой-то ледяной чувак из DC. Окей. Окей. Ладно. Да. Сейчас. Еще одна... А-а-а! Как называется? Такая скользилка, да? Не знаю, как сказать. Еще один паркурчик. Портнайтик. Да что ж такое? Блин, меня замедлило. Так, отлично. Сюда я долечу. Сюда я проеду. Теперь сюда. Сюда. Присесть нужно. О, черт. Я остановился. И... Все, да? Ну да. Понятно. У меня закончилась скорость. Хоть вот так. Спрыгивай. Чтоб тебя сразу ускоряло. Блин, дебильная штука. Сейчас я... Так, не смей. Не смей. Вот. Все. Отлично. 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 Вот. Мы проходим. Проходим. Здесь нужно присесть. Здесь нужно встать. Здесь нужно полететь. Вот эта скорость. Слушайте, прикольно, прикольно. Мне нравится. Мне нравится. Уровень интересненький такой. Здесь нужно опять присесть. А здесь прыгнуть? Ну все. Забей. Ааа. Ладно, возродится. Такс. Мы тупо едем. Прыгаем. Вот так. Вот так. Вот так. Приседаем здесь. Здесь прыгаем. Здесь снова прыгаем. Здесь приседаем. Здесь встаем. И да. Не вовремя мы прыгнули. Потому что я сначала встал, а потом прыгнул не вовремя. Присели, встали, прыгнули. Прыгнули. Присели. Прыгнули. Прыгнули. Ускорились. И все. Мы прошли, да? И мне звонит мама. Как вовремя. Все. Мы телепортируемся. Это скорее всего конец. Да. GG. Все, ребят. Мне звонит мама. Царян. Нужно взять. Так что всем спасибо за просмотр. Пишите в комментах свои мысли по поводу Фортнайта. Последнее время. Ну, я не знаю. Может быть, какие-то идеи для челленджей. Всем удачи. Всем пока. Да, мам?